Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 9 января. Страдание святого мученика Полиевкта. Во времена Деки и Валериана, царей римских, в городе Мелитине, земли армянской, жили два уважаемых воина – Неарх и Полиевкта, которые питали такую взаимную любовь друг к другу, какая редко бывает даже между единоутробными братьями. Каждый из них любил своего друга, как свою жизнь и дыхание. Неарх был христианин, твердый в вере и верный исполнитель закона Господня, а Полиевкт был язычник, не просвещенный со светом истинной веры. Однако сей последний жил по христианским обычаям и подвязался в разных добродетелях, так что его можно было назвать плодовитой маслиной, и ему не доставало только приобщиться к Церкви Божией. Неарх старался обратить его в христианскую веру, часто читал ему Божественное Писание и говорил о едином истинном Боге, показывая в то же время суету и мерзость, идолопоклонство. Но не наступило еще для Полиевка час обращения и спасения его, назначенные ему от Бога. В скором времени на базарах и улицах стали читать безбожное повеление нечестивых царей, которое призывало всех к поклонению их мерзким богам и угрожало различными муками и казнями тем, кто оказался бы непослушным этому повелению. Неарх, как верный раб Христов, стал приготовляться к смерти, но в то же время он начал скорбеть о своем друге Полиевке, полагая, что тот, которого он рассчитывал видеть христианином, из страха перед угрозами царя останется неверующим и через это лишится вечного спасения. Постоянно скорбя об этом и платья о погибели ожидавшей его друга, Неарх изменился даже в лице и всем видом своим выдавал свое душевное смущение. Полиевк, видя своего друга столь смущенным, спрашивал его о причине его печали. И так как тот ничего не говорил, то опечалился и Полиевк, сочувствуя тяжкому горе своего друга. Наконец Полиевк стал особенно настоятельно спрашивать Неарха, не оскорбил ли я тебя чем-нибудь? В чем вина моя? Что я сделал ужасно, что ты не хочешь простить своему другу? Тогда Неарх, заплакав и воздохнув из глубины сердца, сказал, «Когда я, друг, думаю о том, что ваша любовь и приязнь наши должны окончиться, то, унываясь, скорблю душою». Услышав это, Полиевк весьма огорчился и сказал, «Как это может случиться, друг? Зачем ты говоришь о таких невозможных вещах? Отчего наша любовь должна прекратиться, когда и сама смерть не в силах ее расторгнуть?» «Любезнейший, — друг, — отвечал Неарх, — то меня так угнетает до глубины души, что наше разлучение будет хуже, чем естественная смерть». Полиевк, не поняв, что говорит Неарх, крепко обнял своего друга и все настоятельно стал просить его, «Скажи, Неарх, и разъясни, в чем будет состоять это разлучение наше. Я не могу более выносить твоего молчание. Если ты будешь продолжать молчать и ничего не скажешь мне, то то сейчас же увидишь меня перед собой мертвым». Тогда Неарх сказал ему, «Любезнейший, Полиевк, — нас разлучит с тобой тот царский указ, который читается повсюду, ибо я принадлежу христианской вере, а ты к языческой. И вот когда меня возьмут на смерть, ты откажешься от меня и покинешь меня». Услышав это, благоразумный Полиевк тотчас понял, чего хочет Неарх, и, будучи просвещен благодатью Божией, стал помышлять о божественном. Он припомнил бывшее ему за несколько дней перед этим видение и сказал, «Не бойся, возлюбленный друг мой, Неарх, мы не расстанемся с тобой, ибо я видел во сне Христа, которому ты служишь, и который, приблизившись ко мне, снял бывшую на мне одежду и облег меня в другую, новую, прекрасную и драгоценную, с золотыми петлями, и кроме этого дал мне еще крылатого коня». Неарх, услышав это, обрадовался и объяснил видение в том смысле, что снятие прежней одежды и обличения в новую указывает на перемену жизни к лучшему. «Предстоит тебе», — сказал он, — «оставить языческое нефествие и облегчего Христа истинною верою». Крылатый закон означает скорый переход к небу. Затем он промолвил. «Вот ты уже познал Христа, Бога истинного». Полиех подпитал. «Когда же я не знал его? Не горел ли я сердцем, когда ты рассказывал мне о нем? Не дивился ли я его словам, когда ты читал мне Святой Евангелие? Мне не доставало только христианского имени, а по расположению своему я уже был христианином, ибо я всегда только и думал о том, как бы мне оставить суетных идолов, стать рабом Христа Господа». «Итак, что же медлить, Ниарх? Докажем самым делом нашу преданность Христу». Ниарх услаждался его речью и возрадовался, но боясь того, чтобы друг его не стал жалеть об имуществе своем и жене, и детях, а также о своей жизни, он начал беседовать с ним о суетности этого мира, изображать невидимые глаза и славу небесную. «Для меня, Полиех, — говорил он, — ни богатства, ни славы, ни воинская тесть, ни что мирское, так недорого и так невожделенно, как жизнь во Христе Иисусе. Только ее я желаю, а все впрочем кажется мне нестозным». Полиех же, как бы искушая его, сказал, «А разве ты не дорожишь почестями своего воинского звания?» Ниарх ответил, «Мне кажется, Полиех, что ты и все не представляешь в себе истинной тести и славы, непрестанного блаженства, которое Господь Христос уготовал рабам своим. Полиех на это сказал, «Ты думаешь, что я не имею понятия о славе, чести и блаженстве, которые приготовлены для нас у Христа на небе? А я думаю, что я пошел далее тебя в этом случае, потому что уже получил, как говорил тебе в видении, царскую хламиду. Но вот о чем я спрошу тебя, можно ли, не приняв христианских таинств, приступить ко Христу и быть его воином?» «Не сомневайся в этом, верный друг», — отвечал Ниарх, «Может Бог и от камня воздвигнуть вся Таврааму, ибо он не затворяет дверей своего милосердия ни перед тем, кто обращается к нему, и приходящим винограднике его позже платит то же, что получают и те, кто работает целый день». Так он отверг райразбойнику, распятому на кресте, и за краткое исповедание веры даровал такое возмездие, из-за которого другие положили много труда. Устышав это, Палиев сказал, «Да будет слава Христу и истинному Богу! С этого часа я оставляю мир всю его суету и исповедую себя рабом Христа, которому послужу, как он мне повелит. А теперь пойду и прочитаю царский указ, изданный против христиан и против Господа и Бога моего Иисуса Христа». Такими словами Палиев пошел на площадь и прочитал царский указ, клюнул на него и разорвал его на части при народе. После этого, увидев, что в капище несут идолов, перед которыми люди преклонялись, он сначала рассмеялся на это изыческое неразумие, а потом, делая вид, что хочет поклониться им, начал хватать этих идолов одного за другим и разбивать их от земли, как глиняные сосуды. Всего он сокрушил таким образом 12 языческих богов. В это самое время пришел сюда тесть Палиевца, Фелик, которому было поручено царями преследовать христиан. Увидев произведенное Палиевтом разрушение богов своих, он весьма опечалился и со стоном сказал, «Горе мне! Ныне я неожиданно лишился тяб своих, ибо ни боги, ни леди не помилует Палиевца, который сделал такое дело». Палиевца, радуясь разрушению бездушных идолов, сказал своему тестью, «Что смусяешься, отец? Ныне я ясно показал, как бессильны ваши боги. Если у тебя еще есть такие, пусть их принесут сюда, и ты увидишь, как рабы Христова надругаются над ними». «Ты могущие цари наши, — отвечал Феликс, — повелели немедленно казнить таких людей, и ты уже ближе к смерти, тебе предстоит казнь. Иначе и быть не может, потому что царского повеления отменить нельзя. Но я даю тебе некоторые снисхождения. Ты можешь пойти домой и проститься со своей женой и детьми». «Могу ли я печалить о жене и детях?» — возразил святой. «Когда я пренебрег земным и ищу небесного, помышляя о вечности, если дождь твоя захочет идти за мной, то она будет блаженна. Если же нет, то погибнет с вашими богами». Услышав это, Феликс стал плакать о своем взятии и говорил ему, «Горе мне, любезный сын мой, Полиевт, и тебя прельстила волшебная сила Христова». Святой Полиевт отвечал на это, «Не скрываю, что Христос призвал меня к познанию истины. Своей божественной всесильной деснице он вывел меня из тени на свет, от смерти в жизнь, направил меня от заблуждения на путь правый и удостоил меня причисления к своему воинству». Когда Святой сказал это, его схватили мучители и стали бить по устам, но он не обращал на это внимания. Пришла тогда и жена его и стала плакать о нем вместе с отцом своим Феликсом. И той же так говорил Песке своему, «О, беззаконнейший служитель скверных идолов, зачем ты своими слезами и слезами дочери своей хочешь прельстить меня к отпадению от веры Христовой? Зачем ты плачешь о Палиевке, когда тебе следует гораздо более плакать о себе, именно о том, что ты, служа земным царям, обрекаешь себя на огонь вечный?» Жена за святого, которой имя было Павлина, с рыданиями говорила ему, «Что сделалось с тобой, возлюбленный муж мой, Палиевк? Что соблазнило тебя сокрушить двенадцать богов наших?» И той же сказал ей с улыбкой, «Если я один победил и разбил твоих двенадцать богов, то тебе не к кому уже прибегнуть за помощью, у тебя не осталось богов. Послушай меня, Павлина, и познай единого истинного, живущего на небесах, Бога, поклонись Ему и променяй эту жизнь на вечную». Слушая эту беседу святого с женою, многие из жительников, стоявшие около них, наслаждались его словами и, познавая истину, умилялись душою и обрастялись ко Христу. Судья же, судьи же городские и все советники, собравшись, потребовали к себе на суд святого Палиевца, и то ласками, то угрозами старались снова обратить его к служению идолов. Когда же их попытки окончились неудачно, они произнесли святому смертный приговор, обрекший его на усечении мечом. Святой шел на смерть с несказанной радостью и говорил сопровождавшему его народу, что он беседует с одним лучезарным юношей, который его укрепляет и велит забыть все мирское. Но юношу того никто, кроме мученика, не видел. Увидев также свои толпы Боженного Неарха, своего друга и отца по вере в истинного Бога, он закричал ему «Прощай, возлюбленный друг мой, и помни, скрепленный между нами союз любви!» Изрекший эти слова, он преклонил подмечь свою святую главу и крестился в своей собственной крови, будучи казнен за Христа Иисуса в 295 году. Святой Палиевт был первым мучеником в армянском городе Мелитине, и его смерть содействовала умножению церкви воинствующей и пополнению торжествующей. Честь и славу Христа Бога, который есть и глава той и другой, коему с Отцом и Святым Духом подобает «Всякая честь и слава в бесконечные веки! Аминь!» Богу нашему слава во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала!